Всем привет! Прошло уже два с половиной месяца после релиза и полтора месяца после старта продаж игровых видеокарт cj ford gtx 1070 и gtx 1080 основанных на новых чипах пасхалит компании nvidia за это время уже успело появиться множество различных вариаций данных видеокарт от партнеров поэтому я решил сделать первые выводы касательно данных видеокарт и предложить рекомендации по оптимальному выбору и покупке самый первый вопрос на который я отвечу в этом видео это кому и для чего нужны такие видеокарты в первую очередь такие видеокарты нужны геймерам которые играют на мониторах с высоким разрешением по этому поводу я заморочился и сделал для вас маленькую но понятную таблицу подсказку в которой показано какая нужна видеокарта для конкретного разрешения исходя из ее производительности из данной таблицы вы видите что для full hd разрешения gtx 1080 даже не нужна а вот для 4к разрешения дайте 2 также gtx 1080 будет востребована у людей занимающихся созданием и в работе видеоконтента в этом случае данная таблица не работает работает поговоркой чем больше тем лучше и здесь компания nvidia вставляет палки в колеса так как в большинстве случаев использование в свой режиме больше двух видеокарт невозможно ввиду ограничения в драйверах нельзя не сказать о том что компания nvidia позиционирует видеокарты gtx 1070 и gtx 1080 как полноценные продукты для виртуальной реальности которая в скором будущем может получить широкое распространение следующий вопрос это какие есть отличия между видеокартами от различных компаний первое отличие это формат исполнения бывают референсные и не референсные видеокарты не референсные видеокарты я буду назвать партнерскими также специально выделил еще один вид исполнения видеокарт это псевдо не референсы или псевдо партнерские видеокарты о чем я говорю вы скоро поймете итак референсные видеокарты это видео карты с эталонным дизайном платы и системы охлаждения которые выпускает производитель графических чипов в данном случае компании nvidia хотя если быть до конца честным скажу что компания nvidia уже давно не делает сама видеокартой для нее это делают различные подрядчики случаи с gtx 1070 и 1080 это компания foxconn тысячную серию референсных карт nvidia решил назвать founders edition в общем это те же яйца только в профиль только если раньше референсная карта стоила в большинстве случаев дешевле партнерских то сейчас наоборот fe это одно из самых дорогих решений из представленного ассортимента напрашивается вопрос почему nvidia заявила что потратила пару миллиардов долларов и много тысяч часов квалифицированных специалистов на разработку и теперь берет свое также nvidia запретил партнерам продавать свою продукцию в первое время из-за чего референсные видеокарты в данный момент больше доступности чем партнерские только и всего у некоторых популярных youtube блогеров бытует свое мнение по поводу названия founders edition к примеру данными карты с улучшенными более премиальными компонентами или супер экстремальная версия под разгон а также звучат фразы про элитные референсы и упрощенные референсы просто пропускайте это все мимо ушей по поводу of your версии видеокарт от партнеров если вы видите надпись гигабайт g4 gtx 1080 founders edition или evga g4 gtx 1080 founders edition то знайте это все те же карточки от компании nvidia только продаваемые не напрямую а через партнеров все они клепаются как я уже говорил на заводе компании foxcom партнеры только комплектуют своей фирменной документацией дисками с драйверами и аксессуарами все это пакуется в коробку с немного измененным внешним видом и своим брендом что касается работы fe версии река не нет была только одна проблема у многих покупателей с работой вентилятора видеокарты и заключалась проблема в том что во время работы видеокарты без нагрузки происходили неуправляемые самопроизвольные скачки оборотов эта проблема была оперативно устранена с выходом новой версии драйверов есть парочка незначительных минусов из-за особенностей дизайна радиатора который охлаждается только одним вентилятором выполненным в виде нагнетателя воздуха он оказался не таким эффективным по теплоотводу как многие надеялись из-за чего температура видеокарты под нагрузкой все время держится в районе 80-85 градусов цельсия при этом сам нагнетатель не такой тихий как хотелось бы по референсам у меня все идем дальше партнерские видеокарты партнерские видеокарты это видеокарты с теми же графическими чипами но с собственным дизайном печатной платы или как минимум с измененной компоновкой некоторых элементов зачастую партнеры повышают частоты чипа и памяти менять систему питания на улучшенную и оснащают видеокарты более практичными эффективными системами охлаждения что положительно влияет на итоговую производительность видеокарт но бывало и наоборот чем славится некоторые фирмы упрощали микросхемы плат заменяли часть компонентов на более дешевые или вовсе не до распаивали некоторые из них на печатной плате при этом часто упрощая систему охлаждения затем продавали такие видеокарты в ту же цену что и референсные хочу осветить одну проблему у партнерских карт которые набирают обороты многие производители устроили гонку в погоне за высокими частотами работы и графического чипа чтобы привлечь таким образом максимальное количество потенциальных покупателей ввиду чего и погорели так как у немалого процента таких видеокарт наблюдается перегрева или некорректная работа в частности прекращения работы драйверов или вовсе перезагрузка системы теперь поговорим про псевдо партнерской видеокартой это все те же референсы но с измененной системой охлаждения при этом и сама система охлаждения есть не что иное как упрощенный удешевленный вариант референсной или подогнанный под референсную печатную плату систему охлаждения собственного дизайна которые не намного эффективнее оригинала бывают редкие исключения это когда внесены легкие косметические изменения в дизайн платы которые не меняют сути но второе главное отличие между видеокартами это цена заявленная стоимость фе версии 700 долларов а видеокарты от партнеров должны были стоить от 600 уе но на самом деле ситуация постоит не так большинстве случаев стоимость видеокарт начинается с 650 уе а все потому что партнеры знают то что данная продукция будет пользоваться большим спросом в ближайшее время не спешат ставить низкие ценники ситуация с видеокартами gtx 1070 похоже вместо обещанной цены 380 уе основная масса цен стартует с отметки 420 430 долларов и часто переваливается стоимость референсной видеокарты равна 450 уе подведу итоги приведу тезисы оформленные в таблице референсная карта стоит дороже чем все псевдо партнерские и многие партнерские видеокарты не все партнерские видеокарты могут похвастаться надежной работой по сравнению с референсными и псевдо партнерскими из-за сильно повышенных частот графического чипа в биосе система охлаждения референсов менее эффективна чем партнерских видеокарт примерно на 515 градусов цельсия системы охлаждения референсов работать более шумно чем многие системы партнерских и псевдо партнерских карт в среднем на 2,5 децибела это немного но заметно громче для референсов а по сути для многих псевдо партнерских карт разными фирмами выпущены водоблоки для жидкостного охлаждения в тоже время только для некоторых моделей партнерских видеокарт выпущены водоблоки, а в будущем будут выпущены еще для очень ограниченного количества моделей. Из партнерских видеокарт нужно выбирать в первую очередь ту, у которой эффективна система охлаждения, а не красивый вид и наибольший разгон. Из-за менее эффективного штатного охлаждения референса величина стабильного разгона может быть меньше, чем у партнерских карт. У партнерских видеокарт улучшена система питания по сравнению с референсами, что в теории дает большой потенциал для разгона и так я поведал вам основные моменты на которые стоит обращать внимание при выборе и покупке видеокарты в следующем видео я пройдусь по большинству выпущенных видеокарт на данный момент расскажу какие стоит покупать какие нет